Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. В студии Тимофей Львутин. Вначале коротко анонс о главном. День скорби и памяти жертв. В Музее истории Украины во Второй мировой войне открыли проект «Говорю» с 41-го. Древние наряды, скачки на лошадях и спортивный турнир. Под Киевом состязались за звание самого меткого наездника. Первое золото дзюдоистка Дарья Белодит стала чемпионкой вторых европейских игр в Минске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За шпионаж в пользу боевиков 9 лет. К такому сроку суд в Донецкой области приговорил жителя Мариуполя информатора террористической организации ДНР. Как рассказали в Службе безопасности Украины с ноября 2014 по январь 2015 осужденный собрал данные о местонахождении численности в маршрутах украинских военных, участвовавших в антитеррористической операции. Все это по телефону передавал боевикам. Письма с войны заговорили. В Музее истории Украины во Второй мировой войне открыли проект «Говорю с 41-го». 30 писем из коллекции «Непрочитанные письма 41-го» озвучили студенты Театрального университета имени Карпенко Карова. В общем, коллекция насчитывает 1215 посланий, датированных июнем-июлем 1941 года. Их вывезли из Каменец-Подольского нацисты во время войны. Большинство весточек военного времени писали советские солдаты. Однако переписку вели также и гражданские лица жителей Каменец-Подольского. Среди них – женщины и дети. В коллекции 43 фотографии, тех времен сохранившиеся в конвертах. Сотрудники музея уже нашли 661 адресата этих писем в разных странах. Уникальность этой коллекции в том, что она не проходила цензуру. Ученые нашего мемориала были первыми, кто открыл эти письма. Они были сшиты нитками, заклеены металлическими скобками и вишневым клеем. Прочитав эти письма, ученые осознали их ценность и поняли, что моральным долгом есть необходимость вернуть эти письма родным. Самое тяжелое было передать вот тот говор, на котором писали военные. Они писали на суржике, использовали диалектизмы, на русском языке, на украинском. Передать нужно было не только их язык, но и их переживания проникнуться этим. Их отца нет в живых уже 18 лет. Получив его фронтовое письмо времен Второй мировой войны, сестры говорят, будто вновь почувствовали, что родной человек рядом. Эта история завершает цикл сюжетов «Письмо из прошлого». Юэй Тиви снял его совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Это рассказ о более чем тысяче неотправленных писем советских солдат 1941 года. В Киев их вернул австрийский музейный фонд. В 1942-м корреспонденцию из Украины в Вену отправил представитель нацистской власти доктор Альшлегер. Собрался изучать по ней настроения советских людей. Однако с войны не вернулся, а коллекция писем десятки лет пролежала нетронутой. В первых строчках я хочу вам написать, что я нахожусь пока месть жив и здоров. Этим строкам 78 лет, но лишь сейчас они дошли до адресата. Письмо в далеком 1941-м с фронта Второй мировой войны домой отправил стрелок Афанасий Бричак. Теперь его впервые читают его дочери. Я нахожусь под румынской границей. Сейчас я передаю вам всем свой привет. В июле 1941-го боец Южного фронта Бричак попал в плен. Провел в лагере для военнопленных на территории Румынии три года. Говорил, что когда их оттуда освободили, дали еды. Кто наелся, тот погиб. А отец по чуть-чуть ел. Он таким деликатным очень был. Дочери рассказывают, много отец о войне не говорил. Был молчаливым, но очень добрым. Я не слышала за всю жизнь, пока там жила, чтобы отец и мама ругались как-то. В общем, всегда тишина, спокойствие. Ветеран войны Афанасий Бричак дожил до 92 лет. Занимался кройкой и шитьем. Воспитал троих дочерей. Его фронтовое письмо нашел родственник на сайте Киевского музея истории Второй мировой. Сначала дочери находки не поверили. Может, однофамилец, может... Может, однофамилец, может, не то село, может, не туда. Нет, говорит, точно, совпадает все. Афанасия Бричака нет в живых уже 18 лет. Дочери говорят, читая письмо, чувствуют его присутствие. Значит, реликвия. Будто реликвия от отца еще с тех далеких времен. Как-то тревожно, прямо будто встреча с отцом. Вот уже 9 лет сотрудники Киевского музея истории Второй мировой войны ищут адресатов более 1200 ранее утерянных фронтовых писем 41-го года. В Киев их передал Австрийский музейный фонд. На данный момент вручить семьям удалось половину находок. Любовь Задорожная, Сергей Линский, ЮЭТВ. Крымско-татарский флаг развернули в Стамбуле. Это знамя уже 9 месяцев путешествует по миру в рамках акции «Объединенный флагом Liberate Crimea» в каждой точке планеты, куда бы он ни добрался. Местные жители оставляли свои пожелания крымско-татарскому народу. Уже завтра его развернут в столице Турции, Анкаре. А 26 июня, ко дню крымско-татарского флага, его привезут в Киев. Мы уже 28-е в списке стран. Получили флаг из Израиля. В Турции акция проходит в трех городах – Анталии, Стамбуле и Анкаре. На сегодня надзвичайно важливо показать всему свиту. Сегодня очень важно показать всему миру, всему международному сообществу, что мы едины, чувствуем себя единой большой семьей. И боремся за то, чтобы Крым вернулся обратно в Украину. У стен парламента Грузии в Тбилиси вновь тысячи людей. Третий день продолжаются антиправительственные протесты. Участники акции, инициированных оппозицией, требуют отправить в отставку министра внутренних дел, освободить задержанных в ходе протестов в четверг и назначить дату досрочных парламентских выборов. Протесты в Тбилиси начались 20 июня после выступления в стенах парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова, который поддерживает оккупацию Кремлем части территории страны. В первый день демонстрации пострадали более 300 человек, а несколько десятков активистов задержали. На фоне протестов председатель парламента Кабахидзе подал в отставку. Однако это не остановило митингующих. После того, как российские войска вторглись в Грузию 7 августа 2008 года и оккупировали 20% территории страны, грузины считают Москву государством, которое развязало войну и финансирует сепаратистов самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Тысячи людей блокировали одну из крупнейших угольных шахт в Германии. Участники акции протестовали против климатических изменений. Вышли на митинг через два дня после того, как в Евросоюзе не смогли договориться о плане, чтобы к 2050 году сделать экономику блока климатически нейтральной. Сотни полицейских пытались разогнать протест. Не обошлось без драк. Подобные акции в Германии проходят уже несколько месяцев к ряду. В результате митингов канцлер Ангела Меркель недавно поддержала план достижения Германии нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу в течение ближайших 30 лет. Первое золото на вторых европейских играх. Украинская дзюдоистка Дарья Беладид победила в финале соревнований «Россиянку». Всего в столице Беларуси Украину представляет 198 спортсменов в 15 видах спорта. Все подробности знает корреспондент ЮТВ Олег Шумейко. Он на прямой связи за студией. Добрый вечер, коллега. Как выступают наши спортсмены в других видах спорта? Добрый день, Тимофей. Это история о том, что хорошо, что все хорошо заканчивается. Сегодняшний день украинцы начинали не совсем удачно. Напомню, что олимпийская чемпионка Елена Костевич в дуэте, в микс-дуэте с Олегом Амельчуком рассчитывали на нее в пулевой стрельбе. Не смогла победить, более того, не смогла одержать никакую медаль, не смогла подняться на пьедестал. По большому счету выступили, скажем так, мягко говоря, неудачно. Но зато соревнования под дзюдо здесь, в Чижовка-арене, принесли Украине два золота. Ты правильно сказал. Первое золото в копилке украинской сборной зазвенело благодаря Дарье Белодед. Это золотая девочка, золотая дюймовочка, выступающая в категории до 48 килограмм, 18-летняя киевлянка. Вот она как раз благодаря в Азаре победила в финале россиянку Долгову. После победы это эмоции. И вот те эмоции, благодаря чему, или, может быть, насколько тяжело было Даши победить, предлагаю послушать. Через час Дашу Белодед поддержал ее коллега по команде, ее коллега по сборной Украины под дзюдо Георгий Зантарая. Он уже был чемпионом Европы, он уже был чемпионом мира, но никогда ранее не поднимался на олимпийские пьедесталы. И вот после победы в финале Георгий сказал, что вот эта вот медаль, это первая медаль с такими вот олимпийскими кольцами. Назвал эту медаль малой золотой медалью. Предлагаю послушать, что сказал нам Георгий Зантарая после своей победы. После Ю-де-Жанейро я понял, что это круто, олимпийская медаль. Это мечта любого спортсмена, но на этом жизнь не заканчивается. Хотя я в Рио-де-Жанейро, после Ю-де-Жанейро я думал, что жизнь моя закончилась, она такая плохая, но нет, в жизни бывают намного хуже ситуации. Поэтому это всего-навсего медаль, какие-то гонорары, может быть уважение кого-то. Но те, кто тебя любит и любил, они будут тебя и без медали любить. Поэтому это сегодня просто хорошая проделанная работа, которую мы проделали на протяжении 6 месяцев. Эти две золотые медали в дзюдо – это не единственные медали сборной Украины на этих Евроиграх в Минске. Также успешно выступили наши самбистки. Они завоевали сегодня четыре медали. Это Новикова Анастасия с серебряной медалью закончила свои соревнования. Это Сайко Елена, также серебро. Это Смаль Наталья с бронзовой медалью. И в эти минуты проходит еще соревнование, финальная схватка проходит Анастасия Сапсай. Это весовая категория свыше 80 килограмм. То есть это минимум серебряная медаль, а возможно все-таки и золотая. Вот как закончатся эти соревнования, мы расскажем уже в следующих выпусках в студии. Спасибо, коллега. Обязательно следи за выступлением наших спортсменов и сообщай про активную информацию о наших победах. Украина завоевала первую золотую медаль. Во вторых европейских играх в Минске дзюдоистка Дарья Беладит одержала победу над действующей чемпионкой Европы россиянкой Ириной Долговой. Второе золото для украинской команды добыл также дзюдоист Георгий Зантарая. Он стал троекратным чемпионом Европы. Всего Украину представляет 198 спортсменов в 15 видах спорта. Люди с неограниченными возможностями. В Сумах прошла международная спартакиада для людей с инвалидностью. Участники 200 спортсменов из Чехии, Грузии, Латвии и разных регионов Украины соревновались в армрестлинге, шашках, настольном теннисе, дарсе и байдарочных заездах. Как это было? Смотрите далее. Спартакиада для людей с неограниченными возможностями – так называют соревнования сами участники. Среди них как новички, так и известные спортсмены. Николай Пидоренко в инвалидной коляске с детства. Недавно вернулся с чемпионата Европы, который проходил в Греции. Привез две серебряные медали. На чемпионате мира в Турции выборол два золота. Спорт – это, во-первых, здоровый образ жизни, потому что с родными привычками это несовместимо. Опять-таки, повторюсь, помогает быть в хорошей физической форме. Особенно важно это для людей с инвалидностью, поскольку у нас среда, слишком много в ней барьеров. Если ты физически не развит, тебе ничего не остается, только как сидеть дома. Среди участников спартакиады абсолютный чемпион мира по биатлону – бронзовый призер пара Олимпиады Владислав Морозов. Говорит, сюда приехал не за победой. Как бы просто общение, просто участие всегда вдохновляет, всегда дают оптимизма в жизни, поэтому всех призываю и сам всегда участвовал. Участники приехали на соревнования из Грузии, Чехии, Латвии и разных областей Украины. Самая большая команда – Сумская. Наша команда очень молодая. Мы работаем только 9 месяцев. В составе 22 человека, но мы все активные и спортивные. Мы можем развиваться в культурном плане, быть интегрированными в общество. Более 200 участников соревновались в пяти видах спорта. Это армрестлинг, настольный теннис, дартс и байдарочные заезды. Мы всегда акцентировали, что это должны быть интегрированные соревнования. Независимо от того, какие у тебя болезни, или костыли, или проблемы со зрением. Сюда люди приезжают, чтобы пообщаться и получить массу удовольствия. Если мы выполним эту миссию, мы двигаемся правильно. Побежденных в этой спартакиаде нет, убеждают организаторы соревнований. Все, кто нашел в себе силы принять участие в них, уже победители. Олеся Боровик, Сумы, Юэй Ти Ви. Индийские танцы, вегетарианская кухня, пение мантр и мастер-классы по йоге. Так, в Мариинском парке в Киеве отметили Международный день старинной системы физической и духовной практики. Праздник йоги в украинской столице традиционно организовывает посольство Индии совместно со школами и студиями йоги Киева. Больше всего людей собралось на совместном с послом Индии занятии. Международный день йоги в мире и в Украине отмечают уже пятый раз. Кроме Киева, мастер-классы и тематические гуляния проводят и в других крупных городах страны. Йога не просто упражнение, не только медитация, это не лишь концентрация, это единство, ощущение тела. Йога – это упражнение, поза и мантра. Когда вы занимаетесь йогой, понимаете, что вы здоровый и счастливый человек. Это образ жизни, когда ты живешь и видишь в каждом человеке какие-то проявления. Ну и духовность – это когда ты во всем видишь Бога, видишь душу человека. И это самое, с одной стороны, самое легкое, с другой стороны, самое сложное и вообще интересное в этой жизни. Древние традиционные наряды, скачки на лошадях и спортивный турнир. Международные соревнования по стрельбе из лука верхом прошли под Киевом. Более десятка участников из разных стран состязались за звание самого меткого наездника. На турнире конных лучников побывал и корреспондент ЕТВ Артем Голуб. Не тревайте! Я сыпать! Виталий больше 20 лет работает конным каскадером. Однако о спортивной верховой стрельбе узнал только 6 лет назад. С тех пор очень увлекся этим и тренируется каждые выходные. И занимает призовые места в международных состязаниях. Адреналин зашкаливает. И если попадаешь в яблочко, это зашкаливает просто. Ощущение – это надо пробовать. Это тяжело передать словами, это нужно пробовать самому. Во-первых, это контакт с лошадью постоянный. Это очень интересно. Плюс интуитивная стрельба. То есть она развивает все – и технику, и внимание. То есть очень интересно. По правилам состязаний скакунов для спортсменов подбирают методом жеребьевки. Каждый участник должен иметь традиционный средневековый костюм наездника и лук. Каждый лук подбирается индивидуально под спортсмена. По натяжению тетивы, по длине. Главное в этом спорте – чтобы лук был историческим. То есть деревянным или костяным. Современные луки с прицелами и другими комплектующими использовать тут нельзя. Чтобы судьи оценили попадание в мишень, лошади участников во время заезда должны двигаться быстрым галопом. Если конь перейдет на рысь или остановится, спортсмены отстранят от участия. Первая мишень довольно сложная. Нужно сделать разворот, перенести лук на другую сторону лошади и сделать выстрел. Вторая – это парфянская мишень. Нужно полностью развернуться в седле назад и произвести выстрел. Третья – классическая, выстрел сбоку. И последняя – фронтальная мишень. Украинскую федерацию верховой стрельбы из лука основали 7 лет назад. Подобные спортивные объединения существуют еще в более 50 странах мира. Украина уже активно принимает участие в международных состязаниях. Мы проводим уже турниры давно, и мы создали федерацию под нее, ну как под развитие. И, собственно говоря, вначале нужно было научиться. Но то, что мы изучали, поездили по миру, посмотрели, как там делается. О себе уже заявляем, как о профессиональных спортсменах, которые профессионально могут показать свой уровень на международных соревнованиях. Соревнования под Киевом – лишь подготовительный этап для украинской сборной. В августе спортсмены отправятся на чемпионат мира по верховой стрельбе из лука в Южную Корею. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ue. Такой была суббота, 22 июня. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok